Сегодня хоккейный клуб Югра провел первый в этом сезоне домашний матч. Наша ледовая дружина встречалась с Тюменским Рубином. Югорские болельщики воодушевились, ведь в этом сезоне команда выступает в абсолютно новом составе. Как заявило руководство клуба, он получился амбициозным и боевым. Впервые в истории контракты с Югрой подписали 7 местных хоккеистов. Это выпускники детско-юношеской спортшколы. Они пообещали выложиться по полной. Но, как говорится, не новичками, едиными. Главную интригу болельщикам раскрыли вот только сейчас. В стан Мамонтов возвращается экс-нападающий Югры Евгений Орлов. Контракт с ним заключили на один сезон. И самая главная новость, к нам вернулся любимчик болельщиков Игорь Скороходов. Напомню, форвард защищал честь нашего округа 6 сезонов подряд. И стал первым в истории клуба игроком, оформившим хет-трик. После Югры Игорь Скороходов выступил за Салават Юлаев, Северсталь, Торос, Исшталь, Металлург и Ладу. Контракт с хоккеистом также заключили на один сезон. В интервью нашему телеканалу Игорь Скороходов рассказал, с каким клубом у него не сложились отношения, почему решил вернуться в Югру, где предпочитает рыбачить и признался в любви своим фанатам. Надо спрашивать у болельщиков, почему такая любовь у них ко мне. Почему у меня к ним есть любовь. Наверное, это один из немногих городов, где команда не играла. По крайней мере, в те времена, когда это все начиналось, мы и выигрывали, и проигрывали. Были плохие игры, хорошие. То есть очень мало людей, которые плохо говорили про команду. То есть такие были, конечно, без этого никуда. Но в основном все понимали, ничего страшного. Просто и команда билась, и болельщики адекватно воспринимали поражение, такое ажиотаж вокруг, возвращение всего-то, много разговоров. Даже сам переживаю, если честно. Ну, не знаю, буду выходить на лед, и там будем уже думать, чем удивлять. Играть в хоккей надо. Надо отыграть сезон, дальше будет видно. Я всегда говорил, я бы подписал здесь лед на 10 и играл бы спокойно в хоккей. Кстати, большое интервью, которое взяла у лучшего форварда всех народов Мария Пуртова, мы покажем в следующем выпуске «Больше чем новости». Так что все самое интересное только впереди.